МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репортаж Алены Губаевой из стапельного цеха Севмаша. За работой электросварщика Вячеслава Соболева сегодня следит вся страна. В 55-м цехе Севмаша он работает 16 лет, а подлодку закладывает впервые. В принципе, эта работа несложная, приварить сам этот момент волнения. А что дальше после этой секции? С этой секцией обветлят место ее на одной из стапельных ниток 55-го цеха. И будут поступать другие секции этого заказа. Вместе с Вячеславом закладную доску на секции корабля закрепил сборщик корпусов Александр Киселев. Рабочие получили памятное удостоверение из рук заместителя главнокомандующего военно-морского флота страны Виктора Бурсука. Севмаш всегда был гордостью отечественного кораблестроения. Поэтому военно-морской флот абсолютно уверен, что те задачи, которые перед вами стоят, задачи сложные, вы нам сейчас должны будете сдавать по две подводные лодки в год. Вы выполните. Поэтому спасибо вам еще раз за этот новогодний подарок. Северодвинск вносит в бюджет Архангельской области более 7 миллиардов рублей. Это огромная цифра в финансовом плане. Но вы знаете, социальный вклад подобного рода предприятий в жизнь на арктической территории Российской Федерации, в развитие этой территории просто неоценим. Князь Пожарский, восьмой Борей. Лодка завершит этот проект. Его разработало Петербургское конструкторское бюро «Рубин». Поддержать коллектив Севмаша перед ответственной работой собрались руководители военно-морского флота страны, Объединенные судостроительные корпорации, правительство региона и депутаты Госдумы. Свои поздравления работникам предприятия передал председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Уверен, новая подлодка будет построена в срок. Успешно пройдет испытание. И российский военный флот получит на вооружение надежный и современный ракетоносец. Корабли этой серии вооружены ракетным комплексом «Булава». Головной ракетоносец «Князь Владимир» заложен в 2012 году. Три атомные подлодки проекта «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» уже несут службу на флоте. Остальные – князь Олег, генералиссимус Суворов и император Александр Третий – еще строятся на предприятии. А после этого Викторич сказал, что разрабатывается следующее поколение кораблей. Будут пятое поколение, будут еще более совершенные корабли, более тихие, более энерговооруженные, с другим видом оружия, наверное. Это проектанты сегодня занимаются. По словам заместителя главнокомандующего ВМФ, у «Севмаша» впереди серьезный год. В 2017-м на воду спустят головные лодки серии «Борей» и «Ясень». Эти лодки станут основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшее десятилетие. Алена Губаева, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. На «Севмаше» сегодня еще одно торжественное событие. В эксплуатацию сдали дом на улице «Малая Кудьма-9». Ключи от новых квартир получили три семьи. Завтра их вручат еще 29 новоселам. Это четвертый дом, который «Севмаш» построила для своих работников. Мария Воробьева осмотрела новое жилье. Семья Яхменен с маленькими Златой Полиной пока живет у родителей. Но это ненадолго. Сегодня пара получит путевку в новую жизнь. А точнее ключи в свою новую квартиру. Ждем, не дождемся. Скорее делать ремонт, начать делать ремонт и заехать в новую квартиру. Еще обдумываем все нюансы. Детскую комнату практически уже придумали. Вместе с семьей Яхменен ключи от новых квартир получили Чернышевы и Гаджиевы. Все они сотрудники «Севмаша». Это уже четвертый дом для корабелов. Здание построено по заводской жилищной программе. «Севмаш» сдает по многоэтажке в год. Дорогие мои корабелы, уважаемые участники сегодняшнего. Прекрасного, я считаю, события. Новоселы. Четвертый год уже мы продолжаем нашу корпоративную жилищную программу. И четвертый дом, красавица, девятиэтажка, это готово принять молодые семьи «Севмашевцев». Для того, чтобы вам было удобно не только работать, но и отдыхать. На сегодняшний день свои жилищные условия улучшили 165 семей «Севмаша». 54 заедут только в эту новостройку. Это очень позитивная и правильная практика, когда предприятия, заботясь о своих специалистах, понимая их ценность, стремятся к тому, чтобы они оставались у себя в родном городе, на родном предприятии и работали на благо компании. Плюс в том, что работники предприятия покупают жилплощадь по стоимости 44 тысячи рублей за квадратный метр, в то время как в среднем по городу это 55 тысяч. Кроме того, молодым семьям «Севмаши» предоставляется субсидия на ипотеку от 36 до 70 тысяч рублей. В целом, Северодвинск продолжает наращивать объемы жилищного строительства. А завтра ключи от новых квартир в этой многоэтажке. В Северодвинске получат еще 29 семей. Вообще, жилищная программа продлится до 2020 года. Впереди строительство еще шести домов для работников Севмаша. Мария Воробьева, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Опубликована программа празднования Нового года в Северодвинске. Салютовать город будет четыре раза. Раньше всех начнет работать площадка УЦУМа с половины первого до четырех утра. Там будет проходить первый зимний Open Air года. На площади Просянки на Нояграх с часу ночи заиграет музыка. Шоу-программа будет длиться до полчетвертого утра. На площади Победы стартует праздник в час ночи. В два зрители увидят лазерное шоу 3D-открытку с Новым годом Северодвинск. В четыре утра праздничная программа завершится лазерным представлением. У торгового комплекса Сити с двух до трех будут звучать новогодние мелодии. Небо на Северодвинском фейерверке раскрасят четыре раза. Первые – Ягры. Салют там стартует с часу 35 в 2.05 на площади Победы в полтретьего у Сити. И завершится череда фейерверков у ЦУМа в полчетвертого утра. 400 тысяч рублей юным инженерам и техникам в Северодвинске подвели итоги конкурса программ развития муниципальных образовательных учреждений. Кто одержал победу и на что пойдут деньги, расскажет Алена Губаева. Они ждут своей установки. На зимних каникулах пойдет обновление в кабинете информатики. Четыре мощных компьютера и пять новых роботов. Директор девятой школы Елена Комарова рассказывает, 150 тысяч, которые учреждение получило за победу в конкурсе программ развития, не залежались. Эта программа состоит из трех направлений. Первое направление – школа кораблестроительных специальностей. Второе направление – школьный технопарк. И третье направление – поддержка талантов. У нас имеется опыт и по этим направлениям тоже. Даровитых техников девятой держат в тонусе не только соревнованиями и исследовательскими работами. Отличным подспорьем стало сотрудничество с Севмашем по программе из девятой школы в девятый цех. На базе девятого цеха ребята нашей школы проводят такие профессиональные пробы. По профессии, например, трубогибщик. То есть они выходят реально в цех, на реальное производство. Интерес школьников к инженерному делу только растет. Но на обновление технической базы постоянно нужны деньги. Субсидия пришлась к месту. Также считают и в 17-м лицея. Школа заняла третье место и получила 50 тысяч рублей. Здесь инженерно-техническим творчеством занимается уже 4 года. Растет количество ребят, которые хотят заниматься именно этим направлением, то есть вот этими униклассными мероприятиями. Для этого необходимы все новые наборы робототехнического творчества. Ну и у нас же техника не стоит на месте, все совершенствуется. Заявки на ежегодный конкурс принимали осенью. Направление в этом году узкое, поэтому участников всего 6. Зато пробуют свои силы даже дошкольные учреждения. С основами конструирования заявился детский сад номер 69. Задача конкурса заключается в том, чтобы развить определенное инновационное направление в сфере образования. И в очном туре проходят два испытания. Презентацию образовательного учреждения и защиту программы развития по направлению. В следующем году конкурс грантов пройдет в апреле. Его направление организаторы держат в секрете. Алена Губаева, Александр Дятлев, Вестник Северотминска. Северотминская ГТРК поменяла свое название. Теперь это канал «Свой регион». Мы вещаем по всей Архангельской области. Канал «Свой регион» смотрите в сетях кабельных операторов связи и они целиком, Ростелеком, МТС и Архангельской телевизионной компании. А на следующей неделе поморе окажется под влиянием североатлантических циклонов. По информации Архангельского гидромедцентра, сохранится неустойчивый характер погоды с кратковременным понижением температуры воздуха в середине недели. О погоде на ближайшие дни расскажет Ольга Матвеева. Субботний день порадует нас солнышком. О метеопрогнозах на завтра расскажу вам сразу после коротких анонсов. Смотрите во второй части выпуска. Массово проверять автолюбителей на ряд ДПС будут по 8 января. В Северодвинске стартовало профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Материальная поддержка, социальное такси, койки, карты и еще целый ряд мер. Помощи сегодня оказывается в Северодвинске по муниципальной программе соцподдержки. Кому и что положено разложат по полочкам гость студии Надежда Потехина. Еще один ребенок под колесами автомобиля сбили пятилетнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет. О происшествиях в рубрике «Протокол». О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – фирменный салон «Хилдинг Андерс». Умные спальные системы в новом салоне «Хилдинг Андерс». Умные матрасы «Экс-Про» шведского концерна. Это точечная трехмерная поддержка и сон на облаке. Один раз увидеть, чтобы влюбиться навсегда. «Хилдинг Андерс». Зарядись для жизни. Город Северодвинск. Заозерный проезд 4. Торговый центр «Омега». 24 декабря по данным сайта Архангельского гидромедцентра в Северодвинске ночью ожидается 3 градуса мороза. Днем минус 1. Переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 751 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 24 декабря Никонов день. На Руси говорили, Никон стоит у икон. Люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри. Удобную постель предлагает фирменный салон Хилдинг Андерс. Умные спальные системы для вас, ваших близких. Хилдинг Андерс. Забота о вашем здоровье. На этом у меня все. Продуктивных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мерами социальной поддержки населения занимается отдел соцзащиты. Однако власть Северодвинска понимает, что людям зачастую только мер господдержки недостаточно. Уже много лет реализует муниципальную программу социальной поддержки населения. Причем такая программа единственная в нашем регионе. О ней сегодня поговорим с начальником управления социального развития опеки и повчительства администрации Северодвинска Надеждой Потехиной. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Здравствуйте. Надежда Николаевна, скажите, какие виды соцподдержки существуют за счет средств муниципального бюджета и какие суммы были направлены в 2016 году и планируются в 2017? В целях реализации программы социальной поддержки населения в нашем городе существуют различные виды выплат. Первое – это материальная помощь денежная, то есть она носит заявительный характер. Второе – мы выделяем потребительские кредиты на оплату услуг, например, дорогостоящие виды исследования. Третье – в виде ремонта помещений, как, например, у ветеранов войны на это выделили тоже определенные деньги. Кроме этого, мы оплачиваем питание, мы выдаем талоны на питание, мы оплачиваем питание малоимущим в школах, мы оплачиваем канцелярские товары покупку, мы оплачиваем помощь многодетным мамам. Значит, единовременная выплата – 4 500. В этом году и на следующий год такая же цифра пойдет. Дорогостоящие виды исследований у нас была заложена миллион, истратили мы 526. Это определенные технические нюансы по количеству заявлений, которые к нам пришли. На следующий год сохранена сумма в виде миллиона. Следующее – питание малоимущих. Мы потратили миллион 880. Это немалые суммы. Кроме всего прочего, мы возим горожан на социальных такси. Я хочу только сразу, чтобы все понимали, что программа социальной поддержки – это программа поддержки малоимущих слоей населения. То есть это совсем не говорит о том, что я пойду, напишу и сегодня получу материальную помощь. Существуют определенные критерии, определенные документы, которые мы запрашиваем. И программа социальной такси. Сюда мы оплачиваем проезд онкобольных в автобусах междугородных. Мы оплачиваем проезд по городу инвалидов первая группа, получающих гемодиализм. Мы проплачиваем детей, имеющих группы инвалидности, имеющихся проблемы с передвижениями, и лиц первой группы по зрению. Ведется ли какая-то статистика, что вот столько-то воспользовались человек в 2016 году мерами соцподдержки? И назовите самые популярные. Хорошо. Если я вам скажу, вот, например, что у нас получили помощь денежную более тысячи человек. Талонов на питание мы выдали более 16 тысяч. Цифры, конечно, очень впечатляющие, небольшие цифры. Мы выдали на проезд, например, больным где-то больше 6 тысяч талонов на соцтакси. Кроме этого, мы выдаем талоны и поддерживаем общественные организации. У нас их более 20. То есть они реализуют свои мероприятия, вот как у них прописано в уставной деятельности, более 3 миллионов мы туда отдали. Человек хочет воспользоваться мерой социальной поддержки. Куда ему конкретно приходить и с какими документами? Значит, если человек хочет получить материальную помощь, допустим. Все знают, что носит заявительный характер. Я уже об этом сказала. Обращаются либо к нам в управление. Мы на Плюснина сидим, все знают, 311 кабинет. Либо на Ломоносово, 41А. На втором этаже у нас располагается медико-социальный отдел. Там заявления принимают. Там есть определенный перечень документов. Справка о составе семьи. Справка о доходах. И с НИЛС мы берем. И расчетный счет, куда потом могут быть переведены деньги. Естественно, в выдаче какого-либо вида материальной помощи, какого-либо, мы опираемся на прожиточный минимум. На сегодня прожиточный минимум – это 10,350. Поэтому, если вот это все соответствует, если малоимущие одинокие, значит, вот для него только эта цифра. Если не одинокие, значит, доход считается в совокупности. И мало того, я хочу сказать, что материальная помощь выдается на семью один раз в год. Спасибо большое, Надежда Николаевна. А я напомню телезрителям, что у нас в гостях была начальник управления социального развития, опеки и попечительства администрации Северодвинска Надежда Потехина. И в продолжение темы. За 2016 год более тысячи северодвинцев воспользовались такой мерой соцподдержки по муниципальной программе, как адресная помощь. Буквально накануне специалисты медико-социального отдела экстренно сработали по заявлению многодетной мамы. Материальную помощь она попросила на новогодние подарки для своих сыновей. Четыре сына, и для каждого нужно устроить праздник, чтобы запомнился надолго. А у мальчиков запросы согласны возрасту. Чем старше, тем серьезней. Я попросил Деду Морозу, тактонного павлиня, роторный экскаватор из лего-техник. Я заказал Деду Морозу мини-компьютер. Я, например, квадрокоптер. Светлана воспитывает детей одна-полтора месяца. Многодетная мама по очереди то с одним, то с другим сидела на больничном. По профессии риэлты разработать за это время не удалось. А на носу праздник. Да, допустим, по алиментам у нас от первого папы, ну, не поступает совершенно. Это в Москве. То есть из-за него, получается, я не получаю детских пособий в данный момент тоже. Потому что собесу надо тоже предоставлять справки, какие вот элементы поступают или не поступали. Здесь девочки просто попросили, говорят, закажите выписку с банковского счета, отметьте, что там алименты, допустим, если они были или их нету. То есть все, в принципе, они быстро сработали. Деньги на подарки детям Светлана попросила в Управление социального развития опеки и попечительства. Написала заявление, предоставила документы и проблему решили за три дня. Безвозмездно выдали пять тысяч рублей. Потребуется в разных случаях разный пакет документов. Это обязательно паспорт, справку из Дома управления о составе семьи, справку о доходах всех членов семьи. Причем в доходы мы учитываем и заработную плату, и пенсию, пособие по инвалидности, и алименты, и так далее. Документы, которые подтверждают социальную незащищенность. Предоставить материальную помощь в Управлении могут раз в год. Малообеспеченным, социально незащищенным, инвалидам и просто оказавшимся в трудной ситуации жителям Северодвинска. Суммы разные. Максимум могут выдать 10 тысяч рублей. Заявление принимают на Лунаносово 41А. Эфир продолжит рубрика «Культурный город». Слово Марии Воробьевой. Спонсор рубрики «Культурный город» – торговая сеть «Пеликан». Не пропусти игрушечный переполох перед Новым годом. Внимание! Игрушечный переполох в «Пеликане». Настоящие фантазеры построят из конструктора свой собственный яркий и необычный мир. Больше деталек, больше фантазии, больше улыбок. Маленьких принцесс ждет сказочный мир кукол из России и Германии. А сколько у нас отличных игрушек для мальчишек? Супергерои, трансформеры, машинки. Даже папа попросит поиграть. Наши игрушки приносят радость, становятся вашему ребенку настоящим другом и помощником в исследовании всего нового и интересного. И пусть взрослых не смущают наши низкие цены, ведь «Пеликан» – это сочетание качества, безопасности и постоянного обновления ассортимента. Мы ждем вас в ЦУМе «Радуги» и в нашем магазине «Лучик» на Труда 55. Телефон 522-001. Здравствуйте. Тандем семейный и творческий. Алла и Константин Семеновы открыли выставку картин в ЦК ИОМ. Она пишет портреты, он, городские и морские пейзажи, натюрморты. С художниками встретилась и наша съемочная группа. Это их первый совместный вернисаж, да и вообще первая выставка Семеновых в Северодвинске. Семья приехала из Украины. Яркие краски города, красота заснеженных улиц – таким увидел Северодвинск художник Константин Семенов. Морской пейзаж – один из основных его жанров. Это ягры. Я шел на почту, увидел красивый свет. Как Клод Мане сказал, что существует всего лишь один миг, который мы видим на картине, и он не повторится больше никогда. У меня на то же самое произошло и со мной. Я увидел, сходил домой, благо живу недалеко, взял этюдник и написал. С будущей супругой Аллой художник познакомился в Киевском национальном университете культуры и искусств. Оба были студентами. Алла – уроженка Северодвинска. По воле судьбы в 10 лет пришлось уехать на Украину. И теперь она вернулась на малую родину с богатым творческим багажом. Ее конек – портреты. Как признается художник, такую работу можно писать от месяца до полугода. Чтобы написать портрет, нужно быть психологом. Нужно уметь проникнуться к каждому человеку, увидеть его внутренний мир и передать его на холст. Не просто нужно написать техничные глаза, нос или губы. В этот портрет нужно вдохнуть жизнь. В этот вечер люди из ее портретов в буквальном смысле оказались вне рамок. Все герои картин присутствовали в зале. Задумчивая с томным взглядом, с этой картины зрителям улыбается Татьяна Земляная. Мне был юбилей, был подарен этот портрет. Естественно, что это писалось с фотографией с моей далекой-далекой молодости. Это, наверное, лет 40 назад. На выставке представлено 19 работ художников. Картины можно посмотреть в ЦК ИОМ до середины января. Правда, одну из них зрители не увидят. Вот этот пейзаж девятой школы Семеновы подарили ее ученикам. В Архангельск едет Кончаловский. В воскресенье 25 декабря в кинотеатре «Русь» северяне смогут посмотреть его фильм «Рай». Это событие станет завершающим аккордом года российского кино в нашем регионе и проекта «Кино в театре», который шел в Поморье на протяжении года. На архангельскую премьеру обещал приехать и сам автор картины. На 73-м Венецианском кинофестивале фильм «Рай» получил награду «Серебряный лев». Сейчас работа российского режиссера номинирована на «Оскар». Северяне увидят рай почти за месяц до начала официального проката в России. Вход по приглашениям. Напомним, в октябре 2014 года Андрей Кончаловский представил в Архангельске фильм «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. Он был снят в Кинозерском национальном парке, а главными героями выступили местные жители. Лента получила награду «Серебряный лев» на 71-м Венецианском кинофестивале. На сегодня у меня все. Хороших вам выходных! Сегодня в Северодвинске стартовало профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Продлится оно 16 дней. Массово проверять автолюбители на ряды ДПС будут по 8 января включительно. Напоминаем, что за управление транспортным средством под градусом грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. О происшествиях в рубрике «Протокол». Еще один ребенок накануне оказался под колесами автомобиля. ДТП произошло в 6-м часу вечера на пересечении Ленина и Южной. Пятилетний мальчик переходил дорогу на зеленый свет и попал под колеса «Шевроле». Я начал переходить дорогу с той стороны, получается, со стороны Ленина, в сторону ДК. Как начал переходить, смотрю, машину поворачил налево и сбил на суток на переходе ребенка. Ну а ребенок также шел на зеленый, как я. Он один шел? Нет, они еще не группа детей, просто они в ряд шли, получается, последнего ребенка задели. Водитель утверждает, ребенка не заметил из-за другого автомобиля. У мальчика ушиб стопы и голени, остальные дети не пострадали. Не дождался взаимности и решил отомстить. Сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска около года расследовали уголовное дело о заказном убийстве Северодвинки. Предприниматель, уроженец ближнего зарубежья, был неравнодушен к девушке, но она не ответила ему взаимностью. Мужчина воспринял это как личное оскорбление. После длительного времени предприниматель пришел к мысли о том, что необходимо девушку наказать за эти вещи. Он с этой целью привлек своего знакомого, которому пообещал вознаграждение за то, чтобы последний искалечил девушку. Знакомый нашел другого исполнителя, пообещав ему часть вознаграждения. Покушение готовили долго, за девушкой следили. Первая попытка была неудачной, преступников заметили. Они ударили девушку молотком по голове, но заказчик посчитал, что нанесенных увечий недостаточно. 18 ноября 2015 года на девушку совершили повторное покушение. Ее тело нашли во дворе с множественными ножевыми ранениями. На посредника следствие вышло только спустя полгода. Во время следствия исполнитель преступления умер, а заказчик в настоящее время находится в международном розыске. Если заказчика найдут, ему грозит вплоть до пожизненного срока. Наказание для посредника определит суд. 25 декабря в 17 часов Дом Корабела. Новогодний концерт ансамбля бального танца «Эос». Балетмейстер, заслуженный работник культуры Российской Федерации Нина Витковская. В концерте принимает участие студия эстрадного вокала «Джем». Внимание, внимание! Зимняя ярмарка на вертолетке. Для вас елочный базар, фейерверки, подарки, финские товары, акции и скидки. С 23 по 26 декабря. Внимание! Открыты продажи в новом жилом комплексе «Южный». УДК-строитель. Энергосберегающие стены, теплая керамика, потолки примета, балкон и терраса в каждой квартире. Просторные подъезды с лифтами и колясочными. Более 100 машиномест, шлагбаум на въезде, детская, спортивная площадки и благоустроенная набережная. Квартиры от 1 миллиона 750 тысяч рублей. Квартира без денег. 0% первоначальный взнос. Только покупая квартиру в новостройке холдинга «Аквилон Инвест», вы можете оформить ипотечный кредит без первоначального взноса. Ипотечный кредит с первоначальным взносом 0% предоставляется банкам ВТБ-24. Подробности по телефону 46 50 54. Код города 8182. Мы работаем без выходных. Кафе «Луна» на железнодорожной 59 приглашает. Уютный зал, разнообразная кухня, привлекательные цены. Отличное место для любых мероприятий. И о спорте. После двухнедельного перерыва в чемпионате города по мини-футболу команды «Севмаш» и «Звездочка» провели очный поединок. Из-за множества пауз матч разбился на отдельной части, но болельщиков эта игра не оставила равнодушными. Константин Мухин о новостях спорта. Команда «Звездочка» – главный фаворит всех турниров нынешнего сезона. Вот и в чемпионате города красная машина едет на первом месте без поражений. «Севмаш» расположился на второй строчке, но у подопечных Николая Кулаковского не такой гладкий путь, как у их визави. Футболисты МЧС били севмашевцев. Что касается данного матча, то уже в первом тайме судьям пришлось успокаивать футболистов. На второй отрезок игры соперники выходили при счете 2-2, и до обидного автогола Никиты Уханова «Севмаш» смотрелся на равных. Градус матча повышался с каждой минуты, и футболисты не щадили друг друга. И все же в игре характеров прочнее оказались гости. На один гол «Севмаша» «Звездочка» ответила четырьмя точными ударами и победила со счетом 3-7. Да, сначала у нас была задача от обороны, потому что у нас две заменки, уже третью игру подряд, 5-6 человек играем, очень тяжело, по-другому никак. Ну, в общем-то, несмотря на проигрыш, остались довольны игром, где же эффекты, это положительное сопо, потому что «Звездочки» можно бороться, как мы показываем. Конечно, можно бороться, просто нужны моменты реализовывать, и все. Да, эти паузы очень плохо влияли на нашу игру, постоянно заводились, после этих паузов застывали, снова надо было входить в игру. Да, сегодня игра была намного сложнее, чем на области. У «Севмаша» состав на город даже сильнее, чем на области, и, думаю, из-за этого нам было все намного сложнее. Сегодня команда «Звездочка» отправилась на выездной матч чемпионата области в Котлас, а вся борьба за медали городского турнира еще впереди. Пока на первом месте находятся «Ягринцы», на втором «Севмаш» и на третьем «Океан». Константин Мухин, «Вестник», Северодвинска. Не менее интересная, а может даже более захватывающая борьба за призовые места идет в первой лиге Северодвинска. Накануне три лидирующие команды сыграли заключительные матчи первого круга. «Стройпорт» принял «Динамо», а футболисты «Второго океана» встретились с амбициозной молодежью «Строитель Техавто». Несмотря на равный счет первого тайма, 2-2 между «Стройпортом» и «Динамо», «Белоголубые» смотрелись солиднее и спокойнее своих оппонентов. Во втором отрезке игры любители футбола вновь увидели Сергея Федотова во всей красе. К двум голам, забитым в первой половине, Федотов добавил столько же. Плюс пять мячей, забитых его партнерами по команде, сделали разгромный счет для футболистов «Стройпорта» 2-9. Средний возраст команды «Океан-2» 30 лет. У молодежи «Строителя» этот показатель на 7 лет меньше. Не в пользу моряков играла и короткая скамейка запасных. Все же поединок получился быстрым, интересным и боевым. Была в матче и красная карточка. С поля удалили капитана «Океана» Александра Брюшинина. Итог противостояния молодости и опыта закончился в ничью 3-3. Если команда «Риф» 24 декабря обыграет «Спектр», то она поднимется на второе место. В Северодвинске прошли открытые чемпионаты первенства города по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие 64 бойца из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Ниги и села Каргопоры. Турнир стал квалификационным для трех возрастов юношей и последним шансом попасть в состав сборной Архангельской области. В возрастной группе 14-15 лет такого права добился северодвинец Артем Делегевич. Юноша стал победителем первенства в весовой категории до 60 килограммов. Фадей Сауков застолбил себе место в команде еще на областном турнире, а на домашнем ринге удостоился серебра. Павел Ступин находится в резерве сборной, а в турнире стал третьим. Что касается чемпионата, то он на счету хозяев три золотые медали. Лучшими в своих весовых категориях стали Айнудин Мусалаев, Борис Делебазогла и Алексей Смирнов. В Коряжеме завершилось первенство Северо-Запада России по баскетболу среди юношеских команд 2004 года рождения. На кону стояли не только медали турнира, но и путевки в полуфинал первенства страны. Их было три. Подопечные Руслана Наманова показали на турнире самую высокую результативность из шести команд. Северодвинские баскетболисты уверенно разгромили сверстников из четырех коллективов. Ключевым матчем за золото турнира стал матч против Зюшор номер один Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Ведя в счете, наши ребята отдали игру за одну минуту. Итоговый счет 42-48. Серебряные медали Северо-Западного федерального округа и самая главная путевка в полуфинал первенства России в руках у наших баскетболистов. На сегодня это все новости. Материалы выпуска вы можете посмотреть на сайте северодвинск.тв. До свидания. Впервые в Северодвинске лазерный Дед Мороз. В шоу-программе для детей «Волшебство под Рождество». Ждем вас 6 января в ЦК ИОМ «Бойчука-2». Шоу состоится в 12 и 15 часов. Билеты в кассе ЦК ИОМ. Телефон для справок 58 44 31. Питаться нужно не только правильно, но и вкусно, выбирая для себя только лучшее. Гастроном русский – сеть северодвинских магазинов шаговой доступности для людей с хорошим вкусом. Качество изобилия свежей мясной и рыбной продукции, колбас, сыров, полуфабрикатов и консервов всегда по разумным ценам напрямую от отечественных производителей. Это индивидуальный подход к каждому покупателю, дельные советы и правильный выбор. Это обязательная 3-процентная скидка пенсионерам в любом магазине торговой сети. Гастроном русский. Вкусные продукты на вашем столе. Новый год – это елки, свечи, хлопушки, бенгальские огни и гирлянды. Ни в коем случае не украшайте новогоднее дерево огнеопасными украшениями. Елка очень хорошо горит, а искусственное дерево еще и плавится, выделяя ядовитые вещества. Помните о безопасном использовании пиротехники. Запуск производить только на улице, на открытых площадках, подальше от домов и скопления больших масс людей. Не давайте пиротехнические изделия в руки несовершеннолетним. Не обращайте себе праздник. При обнаружении возгорания немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 01. С мобильного телефона 101. Отдел гражданской защиты администрации Северодвинска. Телефон 58-34-54. Новый год. Возможно все. Золотой. Модно. Стильно. Доступно. Спонсор прогноза погоды – дискаунтер бытовой техники «Холодильник». Новогодняя распродажа в дискаунтерах «Холодильник». Сотни идей для подарков со скидками до 20%. Например, телевизор за 7900 рублей. Швейная машина за 4900 рублей. Электрическая печь за 1790 рублей. Блендер за 1990. Литая сковорода за 990 рублей. Тостер за 790 рублей. Кухонные весы за 550 рублей. Чайник за 490 рублей. Машинка для спишки за 440 рублей. Миксер за 490 рублей. И, конечно, сюрпризы всем покупателям. Холодильник в Северодвинске. ТЦ «Панорама» на морском проспекте 49А. 24 декабря по данным сайта Архангельского гидромедцентра в Северодвинске ожидается. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 751 миллиметр артутного столба. Переменная облачность без осадков. Температура ночью минус 3, днем до 1 градуса ниже нуля. Спонсор прогноза погоды – дискаунтер бытовой техники «Холодильник». Всегда большой выбор качественной бытовой техники по низким ценам. В преддверии Нового года скидки до 20% всем покупателям. Дискаунтер «Холодильник» в Северодвинске на морском 49А. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова